Продолжение следует... То есть это была не весна и не грачи, и пытался обсуждать эту тематику, но летом, может быть, огороды, не так много народа собралось, но разные высказывали свои мнения. Мы как-то продвинулись с моим соавтором Андреем Колосским из Института физики в Красноярске, который в квантовом хаосе работал, и как-то мы скооперировались. То есть он интерес проявил к этой тематике. Ну и я расскажу, она вот как бы из названия видна динамическая термализация в изолированных квантовых точках и черных дырах. Она как-то объединяет две области, благодаря чему мы имеем тут народ из Тера, Дела и Яфа, и также представители из Института физики полупроводников, которым квантовые точки родные и близки. И я как бы, ну я не эксперт, конечно, в черных дырах, особенно в квантовой гравитации, про которую речь идет. Но мне показалось интересным очень такое некоторое развитие направления исследований, которое, на мой взгляд, очень бурными темпами развивается, там по нескольку архивов в месяц или даже в неделю иногда. Вот. Ну и я расскажу, что мы делали. И как бы эта тематика, она благодаря утверждать, что есть некоторое дуальное соотношение между квантовыми точками с такими взаимодействующими фермионами. Внутри этой точки long-range interaction, то есть такие все, все со всеми взаимодействуют фермионы. Каким-то случайным образом, но еще немножко напоминает ядро и имеет отношение к Институту ядерной физики, но может какие-то цитаты я вспомню из своей молодости, которые обсуждались на семинарах ИАФА, теоретдела ИАФА. Вот. И квантовые черные дыры в размерности 1 плюс 1, одно пространство, одно время. Ну и деятельность фактически, ну может быть была, ну как ее сейчас называют, эту модель Садждев и Китаев, но была ранняя работа Садждева и Китаева в 93-м году, которая фактически к черным дырам отношения не имела. Ну и бум начался с 2015 года. Ну и здесь одна из картинок, из наших расчетов, которая представляет как-то плотность заполнения квантовых состояний взаимодействующих фермионов в этой квантовой дыре, ну и динамическая термализация, вот, ну с одной стороны это какое-то такое теоретическое представление этой плотности, которая дается распределением ферми Дирака, ну а справа это такой численный результат взаимодействующих фермионов в модели, которую мы изучаем. Ну я вернусь к этому. Право численные слева? Слева теория, то чтобы... Да, вот они очень близки, как оказывается. Ну вот сейчас давайте по порядку. На осях там квантовое число, номер орбитали, а по вертикали энергия орбитали. Ну а цвет это плотность заполнения данной одночастичной орбитали. Это разные картинки? Они были разные, да. Ну близки. Ну вот давайте начнем как бы с чего история начиналась. Вот она... Ну вот действительно был Физерф Летос 93-го года, Субир Саджджев, который в то время находился в Еле, его, видимо, Поздок, я не знаю, Е, которые вот первые два Саджджев Е. Ну и потом была программа вот в 2015 году по, ну, квантовым системам, квантовой гравитации и прочему в Санта-Барбаре. И там было два семинара Китаева, который когда-то был в Ландау-институт. Вот. И, ну, они так и остались. Просто семинары, видео они снимают, как и здесь. Теперь стали снимать. Немножко раньше в Санта-Барбаре начали. Ну и они просто в виде видео доступны. Ну, Китаев так ничего не написал, но два полуторачасовых семинара где-то, ну, может, немножко меньше, там они доступны на веб-сайте Санта-Барбара, ну, и ссылка идет на эти доклады Китаева. Ну, то семинары-то не что-то написанное. Ну, а организаторы этой программы были, один из организаторов был Садждев, который на первом семинаре, ну, если смотреть видео, я там не был, я столько смотрел видео, там он не упоминался, но на втором он уже был в зале, и там, ну, и вскоре вышел его ПРХ, ну, это семинары Китаева, это вот написан конец мая, второй семинар, ну, это где-то июньский номер ПРХ, Садждев написал большую статью в ПРХ, но суть не в том, кто там. Первый, на самом деле, модель рассматривалась намного раньше в ядерной физике, я так скажу. Вот, значит, что говорится? Ну, и вот, может быть, последовательность работ, которая сейчас появляется, и все они говорят о вот этой, ну, ее для сокращения называют сейчас SIC model, по именам авторов, ну, и плюс квантовый хаос в этих моделях. Ну, и вот все, ну, тут я выписал некоторые ссылки на, если кто-то интересуется, он может просто взять этот слайд и увидеть, прочитать архивы или статьи. Ну, и все ведущие университеты мира фактически представлены сейчас в этой тематике, начиная от Принстона с Молдаченой, ну, потом Палчинский в Санта-Барбаре, потом Стэнфорд в Стэнфорде, и там Гросс в Санта-Барбаре, и Япония Юкава Институт, и Молдачена опять, и Принстон Стэнфорд, и дальше там Увербаршот, Кембридж, и Стони Брук, и прочее, прочее. Вот. Ну, какая-то бурная деятельность идет, о которой я немножко буду рассказывать, вот, основе этой дуальности. То есть, что утверждается, ну, и как бы я, поскольку не являюсь экспертом в квантовом гравитации, ну, вот, может быть, я взял слайд из статьи Саджио в этом ПРХе 15-го года, июня, говорится следующее, что, ну, вот, есть у нас какая-то модель квантовой гравитации в размерности 1 плюс 1, и утверждение следующее, что эта модель, она дуальна некоторой модели взаимодействующих фермионов. Ну, Китаев, он говорит про Майорана фермионс, ну, Садждев, он говорит про фермионы с комплексными, там, амплитудами взаимодействия. Ну, фактически, говорится следующее, что есть какой-то замкнутый объект, ну, я буду говорить, квантовый ДОТ, в котором, как бы, одночастичные орбитали, они квази-вырождены, они почти одну и ту же энергию имеют. Вот. И дальше есть, вот, ну, мне ближе язык к этой квантовой точке со взаимодействующими фермионами, и дальше говорится, что вот гамильтониан взаимодействие, это вот С-крест, С-крест, С-ц, С-ц. Он только, есть только четвертные взаимодействия, двухчастичные взаимодействия с какими-то случайными элементами, положительными, отрицательными. То есть, все со всеми, и это максимальное, но я потом немножко позже скажу про это, почему эта модель, на самом деле, появилась 20 или сколько там, 30, ну, почти 40 лет раньше, на самом деле, в ядерной физике. Вот. Ну, вот говорится, что это такая модель фермионов, взаимодействующая с фермионов, квантовой точки. Ну, и дальше они прослеживают некоторые параллели между вот этой... Вот герметичного члена нету? Нету, да. Ну, я его введу, но дальше... Это гамильтонианное состояние? Вот есть вот такой гамильтониан написано, где же с четырьмя индексами, это случайные какие-то числа, или комплексные, ну, матрица гамильтониан, то есть унитарный, этот, эрмитовый оператор. Ну, это же, вроде бы, помню, есть только для какого-то конкретного класса моделей квантовой гравитации, то есть он, да, на теорию струнно-сновой. Да, но претензий нет, что это все, это действительно гравитация в один плюс один, которая не так, ну, не совсем полноопределена, и она может быть дефектна, но, говорится, при этом следует... Ну, вот народ теперь начинает думать о том, как бы обобщить это на большей размерности и более реалистические модели квантовых струн. Вот, но, говорит, утверждение, начнем же мы с этого, и дальше то, что люди говорят, ну, они видят параллели между этими, вот, лево и право, между этими квантовой гравитацией, которая написана справа, в размерности 1.1, она не очень полная, конечно, модель этой квантовой гравитации, все это, и прямо в семинаре этого Китаева, там, прямо об этом говорит, но, говорит, что вот это отображение имеет некоторую дуальность, ну, и мое понимание, как бы, такое, почему это может быть интересно, ну, потому что это гамильтониан сильно взаимодействующих фермионных систем, то есть уже более сильного, как бы, никаких H0 интегрируемых нету, вот есть такой гамильтониан, где взаимодействие очень сильное, ну, а может, дальше напишу, это и линейный член, который публика начинает требовать из задних рядов квадратичный, но для меня он будет линейный. А какие величины, вот, в одной теории дуальны, каким величинам в другой? Ну, вот дуальность, как бы, вот здесь пишутся, что есть, но они считают энтропию, вот, этого квантового состояния, считаю, что вот в этом гамильтониане мы найдем собственное значение энергии, мы предположим, что эта система находится в контакте с некоторым термостатом с температурой T, оно мне даст квантовое распределение по уровням этой многочастичной системы, давайте я вычислю, их логика такая, давайте мы вычислим энтропию в этой системе, возьмем ее производную, вот, по этому Q, который некоторый средний заряд у них, и дальше, что он пропорциональный, там, плотности энергии. И похожее соотношение они видят в квантовой гравитации. И это одно из, одно из аргументов, почему... Тоже для энтропии? Да, тоже для энтропии, они такое утверждение делают. Но я ответственности за это, как бы, нести не могу, поскольку не являюсь экспертом в квантовой гравитации. А там что такое? А? Ну, Q какие-то поля, charge density Q. Boundary area имеется, вот у нее какие-то поля сопряженные, вот по ним делается вот такое утверждение. Частота вращения, площадь, так сказать. Вообще, так, гравитминяем, это в каком-то смысле аналог теории Ферми, где у тебя есть точки, вот, четырехчерехчер, фермионная... Да, ну, это двухчастичное взаимодействие. Трехчерное, там нет переносчика, знаешь. Ну... В теории Ферми там кофе дефектов, там, сечение с энергии, там... Ой, ну, да это вообще... Не, ну, если у меня... Не, ну, здесь у меня как бы объект, это просто изолированная квантовая точка. Ну, эксперимент... Ну, это же... Расширение в точке, у тебя нету передачи импульса. Ну, ты из представления, там, сияния, это передачи. Это же не, ну, у тебя сияния растет, почему нельзя? Они все равно вычисляют все... Одни же точно эти все вычисляют. Они говорят, что... Нижние потери и возмущение завершающие вычисляют в уровне и дэм. Здесь этот гамильтониан слева, вот этот гамильтониан, ну, при конечном числе для фермионов, там, ну, допустим, у меня заполнение одна-вторая фермионы без спина, они заполняют половину, там, имеют их число в два раза меньше числа орбиталей. Они их заполняют, и на этих вырожденных орбиталях они взаимодействуют. С тем, что у нас сечение их размерности. Константажа имеет размерность, там, и какая? Ну, размерность энергии, там, ну, ничего. Почему они не сияют называют величину? Ну, это потому что, ну, это среднее число, как бы, частиц на размер... Ну, на данной орбитате, среднее число частиц на данном орбитале. Они, как бы, считаются, вот они расположены на каких-то орбиталях. Энергия орбиталей... Ну, у меня будет более, я так считаю, реалистичная модель, где орбитали не совсем вырождены. Ну, здесь у них случай вырожденных орбиталей. Ну, вот это, как бы, такая основная посылка. Они говорят, что некоторые функции корреляции ведут себя одинаково в гравитации и в этой квантовой доте. Вот их основные такие аналитические расчеты. Ну, в основном, вот, расчеты были чисто аналитические. Эти группы, вот, как Молдачена, Стэнфорд и прочие, они какие-то аналитические делали расчеты, вычисляя какие-то корреляции. И включая Садждева. Ну, какие-то корреляторы пытались считать, нашли, что они одинаковы в обоих моделях. Ну, утверждается, что они могут сделать некоторые преобразования, которые отображают одну модель на другую. Ну, я почему откликнулся? Потому что, ну, я знаю, ну, я сейчас приду к этому. Ну, эта модель для фермионов, она исследовала в 70-х годах в теории квантового хаоса. И поэтому, ну, как-то, я близкую модель изучал раньше, поэтому, как бы, ну, мы в это дело и как-то вклинились. Ну, дальше появились, ну, я вот скажу, что появились новые группы, которые действительно численное моделирование делают. Они же, они знака постоянные? Не, они случайные, случайные переменные, ты просто задаешь их среднее, ну, среднее это какой-то масштаб энергии, ну, а дальше это случайный. А какое состояние в такой науке есть? Конечно, да, там будет основное состояние. Все отрицательные. То есть, там, да, ну, ну, сейчас я найду, ну, где-то у меня написано. То есть, на самом деле, ну, вот мы, то, что мы с Калубским делали, мы просто исследовали, но и в Гамильтониан, который мы и раньше исследовали немножко в соотношениях с квантовой точкой, то есть, говорит, что полный Гамильтониан сумма H0 и H-interaction H0, это обычный, просто вот у нас есть фермионы на МОБ каких-то орбиталей одночастичных, с какими-то энергиями ВК они распределены, но они не взаимодействуют. Вот я его ввел, да, они не вводили, но я его ввел, потому что я его на день, на 20 лет раньше я его исследовал, и здесь докладывал выявления о результатах этих исследований. Нет, нет, это было уже. Другие писали про эту диссертацию. Послушай, а если я делал как нулю, или там есть какой-то порог соотношениями? Ну, вот сейчас я скажу, да, вот я, ну, вот давайте так пронормируем, ВК они как-то средние, ВК квадрат какой-то, В квадрат энергии. Ну, М это число одночастичных орбиталей, на которых мы размещаем L фермионов без спина. Ну, а их вот добавка, их взаимодействующая, вот она вот такая. Ну, они любят вот такой М-куб в водите. Ну, и тогда, если как бы написать, что у меня тогда одночастичные орбитали их энергии ВК на корень из М, вот там находятся невзаимодействующие фермионы, это как бы орбитали квантовой ДОТ, вот для этих фермионов. Ну, и на самом деле, эта история начиналась где-то там в 95-97 год, потому что были такие эксперименты, Урис Ивана, экспериментатор в Технеоне, вот, в Израиле. Он делал спектроскопию квантовых точек. И смотрел, ну, как бы он мог, какой-то конечный объект, порядка микрона, в котором там сотни фермионов находятся, у них какой-то уровень ферми. И он делал спектроскопию, меняя, подсоединяя какой-то контакт, меняя энергию в этом контакте, которая, это служило ему как спектрометр. И он видел, что, когда он меняет энергию в контакте, он видит некоторые, сначала он видит какие-то узкие уровни, а потом, ну, может, какой-то сигнал, который он там, сигнал, ну, там, какой-то G, current, который он мерил, как функции энергии, или V-gate, скажем. Вот, он видел, что есть какие-то пики, а потом какой-то более-менее сплошной спектр начинался. Ну, и начиная с каких-то энергий, где-то здесь Е-ферми находится. Ну, и здесь соотношение, может, он видел несколько начальных пиков узких. И ему говорилось следующее, что вот в начале взаимодействия не разрушает одночастичные невзаимодействующие состояния. То есть у нас собственная функция хорошо представляется просто произведением одночастичных собственных функций, хотя электронов и много. Ну, а дальше она как-то замывается, и вот. Это энергия дельта Е, энергия возбуждения, начиная с которой вот это все дискретные линии замываются, он видит такой квазинепрерывный и континуальный спектр. И был вопрос, какая энергия вот этого возбуждения. Ну, теоретический вопрос. Ну, и там, как бы, говорится следующее, что в квантовом доте, она в металлическом режиме. А? Вот поверхней-то оси в токе. Ну, поверхней он меряет какой-то каран, сток, который, ну, у него вот какой-то есть квантовый дот вот здесь. Вот, а здесь он вставляет какой-то V-Gate. Здесь и какая-то E-фермия имеется внутри этого квантового дота. А здесь он вставляет какой-то барьер и замеряет. Ну, вот Дима Квон, он такие барьеры там делает, у себя в лаборатории меряет. Ну, и высоту барьера можем менять, и если, как бы, мы увидим какой-то резонанс, то, значит, вот этот уровень, он находится каким-то уровнем внутри этого, этой, ну, этой квантовой дота, и, значит, там ток лучше проходит, поскольку мы в резонансе. А если мы немножко отстроились по энергии, то мы не в резонансе, и ток идет меньше. И вот такая картинка эксперимента. У вас же цель антикоммутирующей? Да, это антикоммутирующий. Фермион, фермиона, да. Ну, это где-то его Europhysics Letos, где-то порядка 95-го года такая группа была. Ну, и потом были дискурсии, которые фактически возвращают меня. У нас была работа сначала с Олегом Сушковым, а потом с другим моим соавтором. Вопрос, который здесь в Яфе и дебатировался, есть у нас новый, фактически он близок к вопросу термализации в ядре. Вот есть там ground state в ядре, какое-то сильное взаимодействие между нуклонами. Мы начинаем смотреть энергию возбуждения в ядре. Ну, и, как я помню, еще здесь там до этого же 95-го или 90-го года в Яфе, когда обсуждения проводились, ну, все сразу же говорилось следующее, что, ну, все мы знаем, что над уровнем ферми плотность состояния растет экспоненциально. Ну, поскольку это многочастичная квантовая система. Ну, если у нас есть какой-то спейсинг одночастичной дельта, ну, вот я его здесь где-то написал, типичный между вот этими одночастичными орбиталями, ну, насколько дельт надо возбудиться, чтобы все эти уровни перемешать. Ну, говорилось следующее, что плотность состояния растет экспоненциально с энергией возбуждения над ефирами, ну, и тогда, сколь угодно, экспоненциальное слабое возмущение, оно все эти уровни замешает. Вот такая была идеология, ну, которая здесь же в этом зале отстаивалась и Сушковым, и Фламбаумом, и многими другими. Ну, и даже Вайденмюллер вплоть до 97-го года он такие же слова произносил. А вот в квантовых точках там же термализация происходит не в самой квантовой точке, где там измеряют не контактивити, а контактанцию. Ну, вот контактанция. Это резервуар, где там вот... Нет, почему? Она может происходить динамически в квантовой точке. Вот этот... Там плотность живая совершенно. Почему? Ну, почему? Ну, в квантовой точке Ефирме там порядка сотни градусов, и это у тебя соответствует квантовому уровню порядка тысячи... Если вообще-то нет никакого соударения внутри, а есть вот этот барьер, то у тебя все равно есть закон ОМА. И там ток равен там сигма, сигма Е, и вот это называется вот контактивити. Нет, вот контактанс я выписал отделную формулу, что говорит эта теория мезоскопической физики. Там... Нет, они взаимодействуют электронно внутри ДОТа, но говорится следующее, что типичное взаимодействие внутри этого квантового... ДОТа это одночастичный спейсинг разделить на контактанс. Это и квантовый ДОТ. А что такое квантактанс? Контактанс — это безразмерное число. Это есть энергия Таулиса разделить на этот одночастичный спейсинг. Ну, а энергия Таулиса — это просто постоянная планка разделить на время диффузии, чтобы пройти сквозь эту квантовый ДОТ с каким-то случайным диффузионным поведением электронов. Вот это есть энергия Таулиса. И вот такая энергия, то есть там селф-скрининг возникает, и вот такое типичное взаимодействие электронов, она обратно пропорциональна контактанцу квантовой ДОТы. То есть чем быстрее мы диффундируем сквозь квантовый ДОТ, тем больше контактанца, тем меньше взаимодействие электронов. То есть чем больше, более металлическим является квантовый ДОТ, тем меньше эффективное взаимодействие между электронами. И вот у Сивана, у него уже было порядка сотни. Ну, конечно, эти эксперименты, они не очень совершенны. Там у Ж, ну, я не знаю, там у него 20-30 было, может, такие типичные. Но вначале он видел несколько хорошо разрешенных резонансов, а дальше он видел квазикантинум. И вопросы, которые возникают, ну, это теоретический вопрос, когда у нас есть многочастичная система, вот, начиная с какого... Ну, в природе могут существовать только двухчастичные взаимодействия. И вопрос такой, ну, плотность уровня растет экспоненциально, ну, будет ли они замешиваться экспоненциально слабо взаимодействием? Ну, обычно комьюнити с ядерной физики говорила, что экспоненциально слабое взаимодействие их замешает? И ответ, что нет, на самом деле нужно намного более высокую энергию возбуждения, ну, которая вот... Может, здесь напишу? Дельта Е, то есть это Е, возбуждение какое-то критическое, там, на 2-ферме, которая будет... Е-ферме, которая приблизительно дельта на G 2-третьих. Ну, вот. Ну, то есть это параметрично... Ну, G какой-то сотня там, то есть это намного больше, чем экспоненциально слабое спейсинг между уровнями. Ну, а причина, она понятная, она как и в атомной физике, где есть и правила отбора, то есть мы переходим, меняя L на M на единицу в дипольном взаимодействии. Так и здесь, поскольку взаимодействие только двухчастичное, у нас только есть двухчастичные матричные элементы перехода. И хотя матрица экспоненциально большая, но число нулей в ней только полиномиально с числом фермеонов, и нужно смотреть спейсинг между теми состояниями, которые связаны этими фермеонными переходами. А этот спейсинг, он падает только квадратично с числом фермеонов, ну и отсюда появляется эта оценка. Я ее когда-то здесь рассказывал, но может уже действительно... Вот эта картинка, это подтверждение в каком-то смысле такой оценки? Да, ну в каком-то... Ну да, ну тут тридцатка, там две трети, там может он видел там 5-7 пиков, и потом... Ну качественно так, да. А когда он подряд эксперимент? Ну вот эксперимент 95-го года, а это как бы... А вот это как бы... Сейчас вот я к этому прихожу. Ну вот это все параметры, и в этих единицах вот этого... Сейчас я приду к этому. А по Яфе я рассказывал где-то году в 98-м, 90-м... Ты не бросаешь на сотрудников Яфе. Да, вот бросаю, но... Частично я их защищаю, как в Сушково, но у них тоже был... Но я могу рассказывать долгие истории. Бросаете их на сотрудников Яфе. Бывших сотрудников. Я отстает от сотрудников себя. Не, ну я говорил, что вот есть такой классик там Вайден-Мюллер, и в 97-м году была конференция, и обзор 97-го года, где четкого ответа на поставленный вопрос не дается. Но может быть прямой пример у нас был с Сушковым в том же 97-м году, когда можно просто рассмотреть вот все двухчастичные взаимодействия для трех частиц в каком-то ящике, ну и когда замешаются эти уровни. Ну и ответ такой, что дельта-3, трехчастичный спейсинг, он, конечно, параметрически мал, но матричный элемент должен быть не больше дельта-3, а больше дельта-2, который двухчастичный спейсинг, поскольку там нет таких прямых переходов. Но я бы сказал, что это первый такой пример. Но он не совсем общий. Это было потом обобщено на много фермионов. С Олегом это было только три. Но потом Олег написал с Сушковым, я уж не знаю, кто был под чьим влиянием. Извиняюсь, Олег Сушков с Фламбаумом, но их вечно путаешь, тебе не толкай. Они написали канматы, в котором они уже после того, как была статья, уже принята с Сушковым, был припринт Фламбаума Сушкова, который утверждал, что все экспоненциально быстро разрушается. Но потом они его сняли, но он до сих пор доступен для широкой публики. Сколько в архив я тоже положил, то оно вечно осталось. Такое утверждение делается. Но и в этих единицах, которые тут подобраны, в этом гамильтоняне, то есть этот контактанс, он и есть дельта разделить на... Одночастичный спейсинг разделить на взаимодействие. Это как бы В, Н, Ж в этих единицах. М тут пропадает. И если мы имеем В и Ж, то их отношение дает мне безразмерный контактанс. То есть это реально законом, а только такой динамический... Да, такой, да. Ну вот говорится, а когда... Нет, а вопрос в том, когда же наступит термализация благодаря этому взаимодействию в этой изолированном квантовом доте. То есть... Ну а термализация, первый ее признак, это то, что статистика уровней будет как в случайных матрицах Вигнер-Дайсон. Поскольку мы знаем, что если она как в Пуассон, то там есть локализованные состояния, которые друг с другом не связаны, и значит, эргодичности нет. Ну и дальше... А там разве когда-нибудь она наступает, там же плотный вноситель и такая вшивая, так сказать, в этих квантовых точках? Нет, ну почему? Ну вот, пожалуйста, делается квантовая точка с каким хочешь Ж, там сотня, больше, там это сейчас не проблема. Не знаю, у Димы Квона там кондактанс может быть сейчас вообще эти образцы с высокой подвижностью, там дикие кондактансы можешь иметь. А можешь иметь меньше, если ты пойдешь в режим андерсонской локализации, то там наоборот, Ж стремится к единице. Тогда это плово... Вот это будет режим, когда взаимодействие, порядка, дельта, и там термализация будет наступать как бы с первых уровней. Там уже есть какие-то явления типа квантования этого кондактанса, вот все время эти полочки люди там вот выдавливают, или нет? Не, ну это там магнитные поля и другие. Это несколько... Сколько каналов проводят там вблизи H-стейтс, это несколько другое, Саша. А здесь, ну, хаотическое... Ну, случайный потенциал в каком-то размере, в какой-то площади, там электроны случайно движутся, они диффундируют, и тогда вот это Таулис, ну, который Нобеля получил за топологическую, ну, может быть, более известна его работа вот про энергию Таулиса 1-го 77-го года, который был предсвестником, там, Андерсон, Абрахамс, Личард, Деллара, Макни, Кришнан, которая вот утверждала, что в двумерном дезодорном, в двумерном потенциале беспорядком все состояния экспоненциально локализованы. Приблизительно 97-й год. Вот, ну, вот такая деятельность, ну, и, может, я не очень буду входить и объяснять, почему уже именно две трети, сколько я уже в Яфе это рассказывал, и, конечно, председатели и все остальные помнят, но молодежь должна выучить. Да, ну, делается, а, да, вот Сиван, я ошибся, может, это 94-й год был, вот, но на самом деле был критерий, ну, то, что мы сейчас называем критерий Аберга, это Свен Аберг, швед, который в Лунде имеет датские корни, Пирел 90-го года, ну, и вот он похожую оценку написал, обсуждая, и некоторый численный счет сделал, который немножко подтверждал это, вот, но он, как бы, был пропущен всеми, включая Вайден Мюллера, и он каких-то таких строгих не давал аргументов, но вот более строгий для трех частиц, это я считаю, с Сушковым, ну, и потом с Поздоком, аспирантом, который у меня был в то время, шведским, швейцарским аспирантом, ну, какая-то вот этот результат мы получили, ну, не зная про работу Аберга, но потом вместе, ну, как бы у нас вот идея, когда мы получаем Ж2-3, предполагает, что, ну, состояние выше Еферми, они возбуждаются, и число возбужденных электронов, которые могут взаимодействовать, как в Ландау ферме Ликвид, оно пропорционально температуре, и дальше все эти оценки получаются. Слушай, а ты вот добавил кинетические слагаемые, которые в этом... Да, их нет, да, Саша, их в этом СИК-модел, в твердом, в черной дыре их нет. это пределы в ЭК-0. Да, но я хочу, я написал модель, которая мне ближе к сердцу, поскольку она экспериментально уже была реализована, и в ней... Не делали то, чтобы сравнить с тем, что... Да, но некоторые вещи я все-таки в ней получу, которые мне нравятся, и дальше я буду говорить про то, чего я хочу от этой черной дыры. Вот, то есть... ну и сейчас идет параллельная довольно активная деятельность, которая себя называет Eigenstand Thermalization Hypothesis, Many Body Localization, но там были параллельные группы, там, как Альтшулер, Каменев, Левитов, и примкнувшие к ним. Вот, но дальше, просто честно, я должен сказать, что гамильтониан, когда дельта, вот, равна... у контактанса нулевой, это было... первые работы были... вот, Бахи Гастфлорес, Френч Вонг, две группы, Физлэтос Би, 70-й, 71-й год. Их идея была следующая, что вот, как бы, тогда уже теория случайных матриц Вигнера-Дайсон была построена, они задались вопросом, ну, а что, если мы возьмем Two Body Random Interaction Model, как они называли, что вот, есть какие-то одночастичные орбитали, и между ними все, поскольку в природе взаимодействие двухчастичное, мы напишем все случайные матричные элементы, и фактически эта модель, это есть то, что сейчас обсуждает это SIG Model, вот, то есть она буквально эта модель, ну, они про это ничего не знали, только вот, ну, первыми мы их процитировали, ну, и Вербаршот, Стони Брук, который тоже был, как бы, ближе к моделям Quantum of House, и ядерной физики с сильно взаимодействительными частицами, но это, ну, может, SIG, S, E, надо было бы заменить на BF или BFV, ну, они были раньше, но связь, дальше, с гравитацией, это толчок был к Китаев, но очень быстро Саджев присоединился, ну, и они видели уже в 70-м году, что да, ну, они смотрели где-то на высоковозбужденных состояниях, но видели, что да, у нас статистика уровней, как в случайной, теории случайных матриц, Вигнер, Дайсон, они получали это распределение, такое видели, поэтому им должен быть, конечно, кредит, кредит, да, ну, и Оберг тоже, конечно, ни к кем тут не цитируется, кроме нас, ну, поскольку люди как-то не очень грамотные, вот, ну, как бы, что говорится, вот я уже пойду от этих одночастичных орбиталей, идея такая, что, ну, если взаимодействия достаточно сильные, то они должны термализовать эту систему, ну, динамически, не то, что у меня какой-то термостат подсоединен, а вот просто они создадут температуру, и вот благодаря этой температуре динамически все там термализуется, и мы увидим фермидирака, но фермидирак, как написано в Ландау-Лившице в пятом томе, ну, вот такое распределение заполнения орбиталей с каким-то химпотенциалом, который определяется из нормировки, то, что у нас L фермионов на этих M-орбиталях, вот есть обратная бета, которая обратная температура, ну, и вот эпсилон К, квазичастицы, это вот эти эпсилон К, да, и вот, ну, может быть, лейтмотив, да, а? У меня фермионовские операторы, Матвей, нет, это исходные частицы, да, исходные, а у меня взаимодействие, я иду, вот в этом мое отличие от этих товарищей, которые изучают в Принстоне, там, в Стэнфорде, они присоединяют какой-то термостат к черной дыре, и говорят, а вот, если там такие уровни в этом гамильтане, то при такой-то температуре термостат даст такое-то распределение, я говорю следующее, моя диалогия другая, я имею изолированный квантовый ДОТ, нет никакого термостата, который к нему подсоединен, поэтому он может термализоваться благодаря своим взаимодействиям, может и не термализоваться, и вот эта граница, если же, там, ну да, возьмем же тысячу, то мне нужно возбудиться больше ста спейсингов, и только тогда я увижу, что собственные состояния, они термализуются, а если они же этой энергии возмущения, то ничего не термализуется, одночастичные орбитали, они хороши, и никакой термализации нет, вот моя идеология. Собственные состояния термализуются, вот этот вот термин, да, ну Матвей, а вот да, нет, какие это возбуждения, ну что значит, какие возбуждения, Матвей, вот есть у меня одночастичные орбитали с энергией эпсион К, и читая Ландау, лившица, мы знаем, что если у нас есть температура Т, то вот числа заполнения, вот давайте тогда двигаться дальше. Про основное состояние, дело в том, что вдруг основное состояние, когда конденсат выпадет, и будет Куперовской паре, сейчас, нет, так у меня и, во-первых, у меня фермионы со слабым случайным взаимодействием, и я делаю некоторую гипотезу, я не говорю, что я вам заказываю математическую теорему, мы не в институте математики, да, я говорю, что давайте сделаем гипотезу, что есть некоторые такой критерий, вот который я и называю критерием Абергач, что когда двухчастичные состояния, спейсинг между теми состояниями, которые связаны с двухчастичным взаимодействием, становится сравним с амплитудой этого матричного элемента двухчастичного взаимодействия. Начиная с этого момента у меня возникнет статистика, как в случайных матрицах Вигнер-Дайсон. И это есть индикатор того, что собственные состояния эргодичны, а если они эргодичны, то при заданной энергии, тогда температура, это и есть следствие квантовой эргодичности состояния, потому что все состояния заполнены, есть энтропия, как Юрий Борисович Румер нас учил, тогда вот есть понятие энтропии, если открыть загон, то зайцы все выбегают, энтропия растет. Я помню, он на лекциях это рассказывал. И он любил начинать с энтропии, а не с температуры, которой непонятно что. Но вот мы знаем эти, и тогда есть соотношение, я по этому фирме Дайсонер анзац, я его называю анзац, я не так и сказал, что вот мы предполагаем это. При слабом взаимодействии, когда же большое, то есть взаимодействие слабое, но предположим, что это все работает, тогда я могу вычислить энергию, ну просто взаимодействие слабое, просто Екатая на Нкатая помножил, вычислил эту сумму и получил энергию, и это должна быть энергия собственного состояния. И дальше я вычисляю энтропию этого собственного состояния, оно единичное состояние, это правильно, но я знаю, для данного многочастичного состояния, я сделал трейс, я получил числозаполнение на данных одночастичных орбиталях Нк, я взял это Нк, я взял логарифм Нк, и тогда вот эта энтропия фон Неймана, я ее вычислил. Ну если там считать энтропию фермигаза, она немножко другая, мы как-то взяли энтропию фон Неймана, но коэффициент порядка двойки, отличия. Вот, а проекция энката, это просто вот взяли оператор ЦК, хрест ЦК, и его спроектировали на собственную функцию ПСМ, которую мы нашли, честная диагонализация этого многочастичного гамильтониана. все здесь определено, и давайте проверим работает или не работает, ну что как бы, ну да, ну это ВКТ разделить на М, на корень из М, ну на корень из М там, ну на вопрос, значит, вы энтропию так пишите, Н это у вас на самом деле габо-оператор, правильно, вы хотите трейс взять, ну я трейс, да, вот у меня, я просто напишу вот это, ну я написал числа заполнения, и вот я их буду считать численно по собственным функциям, которым я нашел из диагонализации моей матрицы. На самом деле у вас должен быть трейс-оператор стоять, Ну да, Рома, ну в реальной жизни я вычислил собственную функцию, я взял средний от этого, средний крест на С. У вас по диагонали элементов вообще нет нет, ну они в принципе есть, я честно диагонализую всю матрицу, все есть гамильтонян со всеми недиагональными элементами, это числа заполнения одночастичных орбиталей, ну то что в Ландау Лившице написано, но когда нет, я диагонализую честно, я нашел Пси-М, вот, а дальше по этой Пси-М я написал средний от оператора, ЦК крест на ЦК, и это мне дает среднее число заполнения на данной орбитале с индексом К и энергией Эпсион К. Если вы такой же матрица элемента, у вас будет ЦК 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 А ЦК Нет, но я здесь взял диагональный Рома, он будет какой-то, он будет какой-то, но он не входит в формулу данную Ландау Лившице. Для энтропии формулы не так? Да, она такая, ну что тут, но чем прелесть, ну для численных моделирования тоже, ну и как Юрий Борисович учил, энтропия это аддитивная величина, а энергия тоже аддитивная. фермер жидкость Ландау, нету фермер жидкости Ландау, это некие вопросы и правила этой гипотезы. Нет, так же дальше у тебя всегда как бы ты там не устраивал, все будет к одночастичным сводиться. Нет, это правильно, но я к этому приду, Саша, ты прав, не всегда жизнь так хороша, но есть режим, когда теория Ландау Ликвид работает, а дальше есть вопрос, есть ли в ней термализация или нету? И ответ такой, что вот если энергия возбуждения при G1000 ниже 100 дельта, то никакой термализации там нет. Может быть на термализации есть, а тюля жидкости Ландау нет, это запас служит. Нет, ну я вот приду к сложному случаю. ну Саша, я на, вот в чем мое отличие от всей этой компании Princeton Stern, с того, что я начинаю с того случая, который я понимаю, знаю, а дальше я приду к более сложному. но подойдем, там будем говорить то, что ты говоришь, правильно. нет, а чем она не, а все то же самое, те же НКТ и входит функции, не есть функция трейл. Нет, Рома, ты прав, ты прав, что если я напишу, у меня есть какая-то большая матрица, и ты мне говоришь следующее, а давай ее напишем в базисе собственных функций. Вот напишем ее, нет, вот ты мне следующий хочешь противоречию меня привести, ты мне говоришь, да, вот ты ее напиши в базисе собственных функций, разложи, и там никакой термализации у тебя не будет. Правильно? Но я говорю следующее, теория случайных матриц тоже, она говорит, что как бы, да, там есть базис собственных функций, где энергии, они есть, но для того, чтобы понять, почему там возникает теория случайных матриц, там не надо идти к специфичному базису, говорится, что он очень исключительный, а у меня этот базис, он задан, он естественный начальный базис, это одночастничных орбиталей, поскольку взаимодействия у меня слабые. Ну и вся теория там фермижидкости, она написана, считает, что у нас идеальный фермигаз, ну там в книжке Ландау-Лившица, там только идеальный фермигаз и обсуждается, ну а дальше какие-то малые поправки пишутся, но там говорится, что термализация есть, потому что или мы к термостату подсоединились, или там какая-то очень много частиц, и тогда само собой там будет термостат. А я говорю следующее, у меня конечное число частиц, у меня будет там максимум фермионов, там десяток фермионов, или 6-7 фермионов. У тебя же идеальный фермигаз не означает, что у тебя затравочное взаимодействие должно быть слабое. Гипотеза Ивандау-Лившица введет, как говорится, мощь или ошибка. Я иду с простейшего случая, когда слабое, Саша. хоть и сильно. Ну вот, сильно, да, ну это да, ну хорошо, ну давайте пойдем дальше. несмотря на малое число фермионов, Ну да, дайте мне продвинуться, ну дайте мне вам показать все прелести этих гамильтаниан. Ну вот, есть такая плотность распределения для каких-то двух там случаев. Ну какая-то центр зоны берется, 80% состояние в центре энергетической зоны, это вся она зона при каких-то взаимодействиях параметров. Ну и вот когда это же какое-то порядка там тройки, четверки, я вижу, что ну вот здесь интегральное распределение ПФС написано, вот по Сонбе бы вам давал эту зеленую линию, ну а здесь голубая и красная, которая теория и численная, она не перекрывается один с другим, то есть, ну действительно Вигнер-Дайсон работает там в центре зоны для большинства состояний. Вот пример одного собственного состояния, его распределение это голубая линия, это то, что бы нам дал Ферми-Дирако анзация термический, ну с данными энергиями Эпсион-К, которые здесь звездочками показаны, а красная это результат численного моделирования. Ну и здесь две энергии, одна как-то пониже, собственное значение энергии, вот одна она там пониже, где-то там ближе к ground state, а другая там повыше от ground state, ну и тогда температура выше, естественно, и тогда все более широкое распределение, но есть флуктуация, отклонение, но более-менее это функция Ферми-Дирако, она здесь прописывается, хотя никаких термостатов, я подчеркиваю, здесь нет, это полная гамильтаниан, у него тут сколько-то там собственных, ну размер матрицы 3000, вот здесь 6 фермионов на 14 орбиталях, ну вот с этим V, который корень из 14, там где-то 3,5, а G1, ну конечно одночастичные орбитали здесь еще все-таки более сильные, чем взаимодействие, вот, но можно пойти дальше, это какое-то одно состояние выбрано, ну а дальше у нас, если как бы есть закон сохранения числа частиц, который определяет химпотенциал, и есть данное значение собственной энергии, тогда я все определяю зависимость энергии, энергия и химпотенциал зависит от температуры, но я их могу написать как неявную функцию, то есть у меня энтропия зависит от температуры, энергия зависит от температуры, ну вот такие эти кривые будут для тех, там, чего 14 значений орбитальных значений энергии, которые были взяты, вот они прописаны, β это единица на температуру, ну и как бы центр зоны это соответствует бесконечной температуре, ну и есть отрицательные температуры, когда наоборот все частицы идут вверх, ну и это, ну и низкие температуры, когда мы все с другой, при низких энергиях вблизи ground state, но есть и наоборот отрицательная энергия, когда все сосредотачивается вблизи верхних уровней, но такая ситуация в спинах обсуждалась Абрахамсом, Абрагам, которая, вот книжка, есть физик, где-то был, который был в атомной энергии в Париже, когда-то уехал в юности из России, вот, ну есть и режим отрицательных энергий, в принципе, ну давайте вот посмотрим, как это работает, это или нет, ну если я заложил распределение термидирака и ввел какую-то температуру, то у меня есть неявная функция энтропия зависит от температуры, энергия зависит от температуры, я могу всю эту кривую прописать, включая температуру от минус бесконечности до плюс бесконечности, это красная кривая, которая мне дает функцию энтропии от энергии, ну предположение, что распределение фирмидирака правильное. Ну и дальше я вычисляю до каждого собственного состояния, я знаю его собственную энергию, я вычисляю для него энтропию, и я кладу здесь эти точки, ну это где-то 3000 точек, которые вот ну для тех же там семи фермионов на 16 орбиталях размер матрицы 3000, и я вижу, что это все хорошо следует теории, то есть термализация, динамическая термализация действительно имеет место, ну а если я возьму вот как здесь справа случай, ну здесь какие-то разные взаимодействия, немножко разные размеры матриц есть, максимально это вот там С, это здесь 11006 фермионов на 14 орбитали, ну а А это 5 на 12, 792, намного менее, в 10 раз меньше матрицы, но все равно качественно термализация явно присутствует, ну а если я возьму очень маленькое же там 0,1 по сравнению с тем же одночастичным спейсингом корень из 14, то я вижу, что конечно мы не дотягиваем до термализации, но и слабое взаимодействие не способно привести к установлению термализации этих динамических состояний, собственных состояний этого гамильтоняна, то есть термализация не возникает динамическое. Да, она дает какое взаимодействие для того? Не, я его могу менять, у меня есть безразмерный параметр conductance G, который может быть, если он сильный, то это случай таких металлических квантовых точек. много больше единиц это conductance, он безразмерная величина. Это просто название, но сила взаимодействия. Ну, сила взаимодействия, оно как бы говорится, что в металлических квантовых точках это одночастичный спейсинг между уровнями в этой квантовой точке разделить на conductance. Вот так это известно из-за скрининга и прочего self-consistent взаимодействия кулоновское в этой металлической квантовой точке. же она безразмерная, но она имеет такой физический смысл. Постоянная планка разделить на время, за которое частицы перед... Нет, это слабое взаимодействие. А же меньше единицы это будет режим сильного взаимодействия. Казалось, чем сильнее взаимодействие, тем легче термализовать. Ну, чем сильнее. Вообще говорят, да, да. Ну, это я вижу, вот когда у меня... Да, да, но это этому и соответствует. Вот G оно писалось, это V на G. V это какой-то одночастичный спейсинг, там, на корень из M, а G это хоппинг, вот многочастичный A в четвертой. Ну, и я его здесь взял, здесь он был для всех A, B, C, он был единиц, а здесь я его в 10 раз уменьшил, у меня сразу контактанс подскочил, стал в 10 раз больше, но я вижу, что никакой термализации здесь нет. И температуру вести нельзя? Ну, можно вот, вот красная линия, если что бы давал фермидирак, но он не воспроизводится, ну и действительно это качественно понятно, что если частицы не взаимодействуют, то никакой термализации они друг с другом не установят, они будут вечно жить в каком-то если нет никаких термостатов изолированных действий, это же она определяет релаксации, правильно? Нет, почему, Рома, вот если у тебя замкнутая система, то есть собственное состояние, оно живет вечно. Это понятно. Если не об этом, вы же работаете в парадигме, что у вас есть хорошо, вы же нехорошо определенный базис, да, да, а взаимодействие вы это рассматриваете как бы как некоторое возмущение, да, когда в этот парадигме у вас, ну, как бы, рано или поздно возможно установиться? Нет, 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 Рома, никогда, никогда, вот этот проекция, то есть эти, собственно, при малом взаимодействии между этими частицами никогда термализация не установится, и никогда статистика уровней не станет Вигнер-Дайсона, она всегда будет по-сомоскому. Это утверждение, а время будет жить вечно, потому что собственное состояние, мы его, собственность состояния живет вечно, вопрос в том, близко ли оно к термическому свойствам, которые бы мы получили или нет. определенные, не очень большие, да? Что? У вас M за то определенные не очень большие, вопрос, если у вас M увеличил, что вам детали, ну, M, да, ну, Рома, ну, я буду, ну, матрица 11000, уже довольно большая, но я вижу, что даже при матрице 700, 792 уже хорошая термализация, если взаимодействие достаточно сильное, но это все равно собственно состояние, это утверждение о том, что прижи равном 0,1, у вас нет термализации, сохранится в пределе M бесконечности или нет? Ну, это зависит, Рома, как ты будешь стремить, потому что G тоже некоторый параметр. Ответа нет. Не, ну, он есть ответ, но ответ написан вот, вот пара, вот это условие термализации, если энергия возбуждения выше ground state больше, чем вот это значение, то термализуется, а ниже не термализуется. Так оценка через M и через G, и G вверху акта можно же, наверное, написать? Не, а M и G не входят в ответ, это, ну, дельта, дельта, да, дельта содержит, дельта, оно равно V на корень из M, ну, но даже еще раз на M, сейчас, ну, там, ну, если это так, а G, а G, а G не содержит? А G это некоторый свободный параметр. Ну, тогда получается, что если ты это уже зафиксировал, а M, а M, а M, а M, а M, а M, не, ну, все равно, ну, возьми G1000, я говорю, что на 100 возбуждения выше ground state, никакой термализации нет. вопрос для каких энергии возбуждения возбуждения, первых 100 возбуждений одночастичных, они никогда не термализуются при G1000, давай возьмем G1000, я тебе говорю, что вот G, тогда здесь я получу 100 умножить на G, говори, давай G зафиксируем, а M, математически, ну, ну, хорошо, вот давай G возьмем 1000, я тогда говорю, что нужно первые 100 возбуждений, они не будут термализоваться, при этом спейсинг между этими собственными состояниями, будет E в степени минус 100, ну, а M хоть и бесконечность бери, но первые 100 не будут термализованы, а более высокие станут, выше 100 дельта будешь, да, это контактант с квантовой точки, Дима, это ты-то должен знать, нет, но это известно, что взаимодействующие фермионы, когда они кулонским взаимодействием, у них есть эффективная сила взаимодействия, это дельта на G, нет, в квантовой точке, даже если нет вообще никакого взаимодействия, у тебя контактант с не 0, если ты барьер устроен, ну, это услуга, вот если ты имеешь квантовую точку, то G как бы отражает, ну, как бы, диффузию, ну, диффузию, Дима, ну, это и написано, ну, диффузия, вот время диффузии, H-бан, а время диффузии разделить на спейсинг, вот это энергия Таулиса, тогда какого черта вы G к G ссылает, потому что так все путают, почему путают, на самом деле смысл просто, есть диффузия в этой точке или нет? нет, а как, ну, известно еще, если G большое, то тогда взаимодействие слабое в квантовой точке, а потому, потому что в металлической квантовой точке, чем больше контактант, тем меньше эффективное взаимодействие между электронами, ну, не трудно, но это теория, ну, ну, теория Торонова, которая идет и прочее, все, почему, из мобилити оно считается, потому что не вот время диффузии, это время диффузии, обусловленная там, примеси, а здесь, почему, время диффузии, обусловленная электронно-электронно, нет, Матвей, это, нет, почему, это энергия, я сказал энергия Таулиса, Матвей, ну, как я сказал энергия Таулиса, это не взаимодействующие фермионы, ну, что, Матвей, ну, энергия Таулиса определена для, если тебя нигде, ну, Матвей, ну, вот я написал специально в уголке, Ну, Аронов, Аронов, там какой, 1981 где-то. Ну, как, ну, давайте модель. Чего нету? Ну, оно эффективно говорит, что кулоновское взаимодействие в металлической квантовой точке, из-за скрининга и прочего, оно эффективно становится дельта разделить на G, где же контактантского, не взаимодействующие электроны в квантовой точке. Подожди, а где здесь, в этой модели, вот выкинь, взаимодействие у тебя нету никакого? Какое? Я написал взаимодействие. Под чего? Какого-нибудь. Никакой диффузии не будет. Да при чем здесь диффузия? У меня есть взаимодействие. Дальше я просто провожу, я говорю следующее. Я говорю взаимодействие, если ты выключишь, у тебя диффузия будет или нет? Да, Матвей, да я уже свел задачу к некоторому взаимодействию. С некоторым эффективным параметром, силой взаимодействия. Дальше я говорю, что вот в квантовой точке, это вот таким взаимодействием, вот такое. Контактантс. Зачем? Ну как? Ну чем-то определяется. Ну и что? Хаотическим движением частицы внутри точки, которая определяется формой точки, так так сказать. Дима, но... А я это всего-то выкинул. Правильно, выкинул, потому что я взял главное, что было в этой квантовой точке. Я сказал, что эффективно электроны с кулоновском взаимодействием. Если вы их положите в квантовую точку, вопрос, какое эффективное взаимодействие двухчастичный матричный элемент между электронными одночастичными орбиталями будет. Двухчастичный матричный элемент, ответ, Аронов, 1981 год. Вот дельта разделить на G. Где G контактантс? Это одночастичный, для одночастичной диффузии этой квантовой точки. Достижение советской физики 1981 года. Что? Ну ладно, Матвей, ну мне это не надо. Я просто вам говорю для того... Ну если у вас есть дырка в этом, ну что ж теперь? Ну, Матвей, ну... Мне он не нужен, я беру только взаимодействие. Мне не важно, откуда это взялось, эта диффузия. Важно только вот безразмерный параметр, контактантс, для того, чтобы провести аналогию с квантовыми точками. Но дальше, когда я написал свой гамильтонян, мне уже пофигу, откуда у меня взялся это взаимодействие. Я просто определяю, будет в нем это. И у меня написан критерий, когда термализация наступает. Я вижу, что он более-менее работает для всех состояний. Давайте сдвинемся. Да, двинемся дальше. Разговор Паниковского с Балаганом. Только грабежь, а не только сразу. Да. Двинемся дальше. Ну вот, например, это плотность уровней, многочастичных уровней. Вот она как-то так распределена в интервале для какой-то реализации дизодера одной, какого-то распределения Ж. И, в принципе, я могу посмотреть вероятность на одночастичных орбиталиях в зависимости от собственной энергии этих орбиталей. Я могу в каком-то окне усреднить все эти вероятности. Но я вижу, что эта картинка слева – это то, что бы мне дал Ферми Дирак, а справа – это то, что получается из численного моделирования. Ну и они близки друг к другу. То есть довольно хорошая термализация существует. Дальше идут вопросы. Вот, Саша, которые ты задавал. И вопросы, давайте пойдем. Ну я начал с того предела, который я понимал, где взаимодействие относительно слабое. Я говорю, что есть режим, когда, ну оно может быть слабое, но для возбужденных состояний, а может почти для всех, если Ж, там порядка тройки, четверки, оно термализует почти все состояния. Но дальше есть вопросы, что когда Ж идет в ноль. То есть у меня только, ну он аж ноль зануляется, остается только вот это четвертное взаимодействие парное фермионов. Ну и вот есть распределение. То, что мы получаем для разного числа фермионов вот в этой SIG-модул, когда V равно нулю, вот это есть плато, почти все состояния, собственно, имеют одну и ту же энтропию. Но если я увеличиваю там число фермионов, оно растет. Ну вот этот пример там черным для максимального числа 7 фермионов на 16 орбитали 11 тысяч, где-то матрица. То есть, ну вот у меня это максимум, это приблизительно соответствует, ну, все равно распределению вероятности по всем орбиталям. Но тогда энтропия — это число фермионов на логарифм плотности, одна вторая, логарифм двойки. Вот это приблизительно. Мы видим, что это воспроизводится здесь для всех этих состояний. Ну и дальше идеология. Вот это как бы режим, который клантово-черной дыры, где взаимодействие очень сильное. И вопрос в том, как бы, вот как понимать. И здесь действительно в этом режиме непонятно, какие могут быть квазичастицы. Есть они или их нет. Ну вот ответ неизвестен. Мы что пытаемся сделать, но мы не можем просто написать. У нас все они вырождены, одночастичные орбитали. Мы можем сделать такую гипотезу, что, допустим, есть какие-то квазичастицы с какими-то одночастичными энергиями, которые распределены в том энергетическом интервале, который мы численно находим при диагонализации. И тогда давайте будем считать, что они не взаимодействующие, по ним распределим и посмотрим, что бы нам дал ферми-диракт. Но и тогда вот эта пунктирная линия, она воспроизводит максимум, но на краях она правильно воспроизводит распределение энергии энергетическое, но она не воспроизводит, конечно, ту форму, которую мы получаем. И вопрос в каком? Ну, в общем, он остается открытым, если там какие-то хитрые квазичастицы или их нет. И в каком-то смысле вот это и есть интерес к этой SIG-модел, потому что, говорит следующее, что это модель, в которой нет квазичастиц. То есть это была изначальная логика вот этой первой статьи с H2E. Они даже про спины говорили, просто взаимодействующие, а не про фермионы. Но была идея такая, что вот есть состояние, которое имеет, начиная с энергии возбуждения, очень слабые энергии возбуждения, но которые нельзя написать какого-то очевидного представления квазичастиц. Но если ту же программу сделать в режиме, когда же там порядка тройки, то, ну, видно, вот у нас красная линия была источных значений этих орбиталей. Ну, доты-то на нем также близко подходят. То есть она фитирует такой предел, когда слабо взаимодействующие квазичастицы. Но отсутствие квазичастиц же не означает, что нет термализации? Нет, но есть вопрос, то есть есть, нет, но есть такой вопрос, поскольку я, ну, наша логика такая, что, ну, черная дыра – это изолированный объект. Она, если она термализуется, то она сама себя термализует. Но нельзя к ней термостат подсоединить. Что значит термализуется? Вот есть вопрос, ну, я увидел, что значит термализуется в режиме, ну, уже больше единицы при слабом взаимодействии. Я это показал, что, да, вот у меня я воспроизвожу кривую S от E, и значит, у меня есть термализация. Для режима сильного взаимодействия, действительно, я вижу, что, ну, все не так просто, я не знаю, вот я получаю численные данные, но сказать, есть там термализация или нет, действительно, в данный момент, прямо я так сказать не могу. Но они вообще этого не делают. Они предполагают, что есть термостат, подсоединенный к этой квантовой системе с многочастичными уровнями, и пытаются там писать эти распределения. Есть примеры, когда термализация есть, а квазичастиц нет? А там термализоваться, если что-то... Ну, не, ну, вот это и вопрос об этой SIG-моделл. Что такое квазичастиц? Что это за система? Ну, вот она написана, это был этот гамильтониан, он был написан А крест, А крест, А на А с четырьмя... Ну, вот, ну, дальше... Здесь гамильтониан взаимодействует, у тебя есть уровни методов. Вот спрашивается, как эти уровни... Что такое квазичастицы? Да нет квазичастиц. Вот представь себе, что у тебя есть гамильтониан. Я не знаю, что такое квазичастицы, а квазичастицы, это некое бормотание ландау, которое говорит, что существуют какие-то переменные, которые мы явно написать не можем, что гамильтониан, грубо говоря, будет сумма независимых гамильтониан. Это гипотеза. Ну, так тогда, какая терморизация без термостата? Нет, но я показал пример, когда терморизация без термостата. Вот, система по уровню энергии, там, ей-сenergie, да, в степени минус Е на Т, вот это и есть терморизация. Нет, никакого распределения нет, если вы же говорите про виктанилидион, что он уже диагонализован в терминах в hadn't missed частиц. Не, он не в терминах, он просто диагонализован. Тех bliss то есть, то есть скорее наоборот. Что такое терморизация без термостата? то что вы рассматриваете такая история что у вас есть грубо говоря хорошо определенное одночастичное состояние и вы смотрите это при же больше единицы рома у меня есть два предела ну маленьким но не сильно маленьким не сильно этого хочется потому что вы не видите термоза реализацию и совсем маленьких взаимодействий ну конечно да ну как но вообще ничего похожего это тоже понятно совершенно не но вот то что картинка показывает но наоборот что взаимодействие сильное а так сказать квазичастица все равно есть да нет что такое квазичастица это некие непеременные как вот колебания решетки собственное опустение ну над основным состоянием это что такое термализация в этой картине это вот у вас есть температура которая сдается внешним термостатом не ну рома это тот что задали то и получили но если мы квантовой системе с какими-то заданными уровнями подсоединили термин термостат с температурой t но все-таки мы не сомневаемся что там будет распределение там ферми дирака больсмана или чё-то другое я не хочу подключать я по я говорю потому что к черной дыре ни черта не подсоединишь а вот не но я показал пример когда же порядка единицы у меня есть условия да хорошо дару правильно роману я согласен я согласен в каком-то смысле и интерес к этой задачи он возникает я считаю что ну есть положительные месседжи в этой модели хотя может можно говорить что слишком много шума вокруг или прочее но есть положительные месседжи в том заключающиеся в том что да мы не знаем что такое квантовая теория гравитации окончательно мы не знаем струны хороши или нет там но утверждение почему люди стали говорить про квантовый хаос потому что как бы но народ принимает то что это будет системы сильным взаимодействием но в каком-то базе каким-то гипотетических частиц сильным но вот поэтому это гамильтонианная окрест окресты а а или c там меня оконная представляет за эту физику сильно взаимодействующих квантовых систем и вот говорится следующее давайте мы посмотрим какие же у него свойства но и один из результатов которые вот мы видим разницу сейчас ну ладно я дельта там м а 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 что такое трантостат? Это когда старосты летят. Так, ладно, давайте вот немножко. Все равно излучает. Ничего не излучает. Это только когда у тебя есть кинетика. Сам процесс гравитационного коллапса, у тебя есть излучение. Это что Кокин не рассматривал. А что, как вы видите, какое излучение? Все уже умерло, понимаешь. На кладбище излучения нет. Ну ладно, Саша, не пугай. Ну дайте договорить докладчику. Ну ладно, давайте мы дискуссию перенесем после окончания семинара, Саша. Давайте я закончу, мне недолго осталось. Ну утверждение... Жить осталось недолго, дальше понесут на кладбище, я уже понял. Но утверждение следующее, что если мы в режиме квантовой доток, вот когда контактанс большой, то у нас первое возбуждение, оно будет с размером систему убывать как L минус 3 вторых. Ну потому что это одночастичный спейсинг, он как бы не взаимодействующий. А если мы в режиме вот этой сиг-блэк-холл, то утверждение, что... А? Квантовая квантовая точка. Нет, Матвей, нет размерности. Квантовая точка — это и есть точка. Все. Ноль мерная, да. Да нет размера, но Матвей. Нет размер. Нет, L, это вот как у меня в Гамильтоняне. L — это число фермионов в данной модели. Так и надо сказать сразу. Ну так у меня было с самого начала это написано. Я была М. Нет, М — это число орбиталей, я при хав-филине и, значит, полузаполнение, и там число фермионов и число орбиталей приблизительно только в два раза отличаются. А в этом режиме СИКа утверждение, что первое возбуждение, энергия возбуждения, она будет экспоненциально мала и близка к Граунд-стейту, при большом числе фермионов. Но при этом все равно ожидается, что эти состояния будут эргодичны, и для них должен быть законно случайных матриц. То есть Вигнер-Дайсона. Но у нас нет таких экспериментов с Каловским, но вот уже после того, как мы отправили статью, появился припринт вот этой группы Кембридж-Стони-Брук с Вербаршотом, который — это только 1% нижних уровней вблизи Граунд-стейт был взят, и по ним была построена статистика, но они видят, что там действительно Вигнер-Дайсон. То есть это индикация того, что действительно есть термализация, потому что если у вас нет термализации, то никакого Вигнер-Дайсона, если нет эргодичности, то Вигнер-Дайсона вы не получите. Вот. И в этом как бы есть физические системы, в которых первое возбуждение экспоненциально близко к Граунд-стейту, но статистика будет пуассоновская. Это, например, спингласс. Возьмем спингласс, и в нем будут состояния локализованы, они не будут чувствовать друг друга на разных концах образца, но спейсинг будет экспоненциально маленький. А здесь ситуация в этом смысле другая. Возбуждения тоже экспоненциально малы. Ну, напрямую это, может быть, не было еще соотношение проверено, но некоторые индикации, что первые же возбуждения от Граунд-стейт, они термализуются. Ну, вот это такой пример. Ну, дальше как бы я уже заканчиваю. Ну, что, интересная, мне кажется, физическая модель, которая может быть иметь возможные эксперименты. Ну, вот квантовые доты с контактанцем много меньше единицы. Ну, были эксперименты Квона в 98-м году. Ну, брошенные. Ну, и вот есть эксперименты Ионы в оптических решетках, в которых тоже имеются экспоненциально маленькие возбуждения над Граунд-стейт, в MIT. Ну, и вообще есть интересные теоретические вопросы, как эту модель расширять в большее количество размерностей, чтобы она была более реалистичная. Ну, и вот такая система с такими вопросами и направлениями, которая, ну, мне казалось бы, была, в принципе, бы интересна. Интересна, может быть, для старожилов теора дела и для молодого поколения. Да. Вопрос. Что такое отсутствие очевидных квазичастиц? Вот есть так называемые, например, термологические теории боли. Там говорится, нет частиц. Частицы и квазичастицы, на самом деле, одно и то же. Ну, они похожи очень, да, на эти квазичастицы, да. А есть только баундеры, что есть всякие. Это называется апологическая теория боли. Да. В каком смысле здесь идет разговор о присутствии квазичастиц? Ну, вот такой сильно взаимодействующий гамильтониан написан. Но мы не знаем. Я сказал, что может быть. Мы не можем найти. Может, они существуют. Но некоторый ответ на то, что их нету, это вот эта статистика. То, что если спейсинг первое, возбуждение экспоненциально мало, а статистика уровней на этих возбуждениях, Вигнер-Дайсоновского, то это означает, что эти возбуждения, они эргодичные, как-то всю систему покрывают, даже хотя у них очень мало энергии возбуждения над граунд стейт. Но я бы это интерпретировал как первые признаки термализации, динамической именно. Потому что если бы был пуассон, то тогда бы были изолированные области, где уровни друг друга не чувствуют и не расталкиваются. Это в нашей голове спектр возбуждения, когда мы говорим, мы уже предполагаем, что есть хорошие квазичастицы. А здесь я говорю, вот я написал Гамильтониан, сильно взаимодействующих фермионов, я не знаю, как его решать, я его решаю численно. И я делаю некоторые тесты. Но я делал тесты показывать, что есть термализация, проверяет соотношение Вигнера-Дайсона, этого ферми-дирака. Но есть и более такой, может, грубый тест, но который легче провести на... А как ты делаешь то, что у тебя нет гвозьи частиц? Как одно с другим у тебя связано? Ну, Виктор Вилович, я не говорю, я говорю, что мы не знаем, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе. Мы ей ответить не можем. Почему тогда упоминаешь вообще? Нет, так почему? Нет. Но как? Есть при... У меня в моем Гамильтониане есть режим, где хорошо определенные квазичастицы, они термализуются за счет взаимодействия. Если ты не сформулировал, что такое жизнь, то ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе или нет, то жизнь на Марсе не может. Нет, вот частичный ответ, что вот состояние эргодически. Есть и вера, статистика случайных матриц прямо вблизи. Или что они есть? Нет, наоборот. Почему не назвать на низшее состояние Граммстед, остальные эти частицы? Нет, ну... Это же... Это неправильно. Нет, ну в этом смысле все состояния... Представь себе, что есть квадратная теория поля, Адлярда Фи в четвертую. Ты же не можешь Гамильтониар представить как сумму Гамильтониарда Фи квадрат с какими-то Эпси ванкам. Нет, ну здесь на самом деле... Ты это какой-то интеграл, каких-то фи... Как угодно. Ты не можешь деканализовать или нет? Спектр возбуждения есть, есть. И что? Ну он коллективный. Что ты хочешь сказать, что у тебя ледра все одночастичные состояния? Нет, вообще-то говоря... Вот частица ДРК это коллективное состояние. У тебя... Берем ядро, у тебя не все состояния являются одночастичными, все возбуждения. У тебя есть там колебательная капля, он колеблит. Все это одночастичное? Нет, это... Ну ладно, да. А у меня такой вопрос, скажи, пожалуйста, у нас варьет были там квантовые точки и... Черные дыры. Черные дыры. Ну вот черные... Соответствие, да? Да. Когда есть соответствие, а когда нет? Ну вот когда же много больше единицы, то это квантовая точка. Когда же меньше единицы, то это черная дыра. Да? Это один гамильтониан, он у меня написан. В пределе g много больше единицы, это квантовая точка со слабо взаимодействующими фермионами, а при g стремящемся к нулю, это черная дыра, вот с сильно взаимодействующими фермионами. Так что у них общего? Ну почему? Нет, почему? Говорилось, что при малых g может быть квантовая точка. Вот гамильтониан написан. Вот говорится, что g это вот безразмерный параметр отношения v, который сюда входит. Вот когда говорят о дуальности. Нет, у них нет дуальности, у них я говорил про эту дуальность, и она вот у меня, этот слайд есть. Это дуальность при всех константах связи? Нет, это дуальность была при этом. Черт. А что такое дуальность? Это дуальность при g равном нулю. Что вот это гамильтониан, который здесь написан, он дуален к квантовой черной дырее в размерности 1 плюс 1. Вот это их дуальность. То есть черная дыра, это когда g равно нулю, если хотите. Но я действительно начался в случае, когда же некоторый свободный параметр, который может быть большим, может быть и нулем. Но потому что я понимал, что у меня есть динамическая термализация при больших g. Но в исходном гамильтониане g нет. У них g 0. Этот квадратичный член выпал. Это большие g. Это не черная жира, а наоборот. Да, это квантовая точка со слабо взаимодействующей с фермионой. Это предел больших g. И там термализация наступает для каких-то энергий возбуждений. Но высоко. А джев в степени 2,3. Вот такое. Ну, естественно. Ну, дальше вот этот гамильтонян есть. Ну и вопрос, какие у него свойства. Важное утверждение для черных дыр, это то, что первые уровни энергии над граунд стейт, они уменьшаются не как размер системы, не как число фермионов в этой системе, а экспонента минус число фермионов. Сейчас можно? Я и спросил. В этом граундетое на g это эффективное взаимодействие. Чем больше взаимодействие, тем термализация должна проходить быстрее. Поэтому g не реагирует. У меня взаимодействие между ними просто бесконечное. Ну, тогда должна быть термализация. Но когда g становится меньше единицы, то эти квазичастицы становятся плохо определенными. Особенно в пределе g, стремящемся к нулю. Это твои исходные квазичастицы? Ну да, но я не знаю, но в каком-то плане то, что есть термализация, я показал статистика уровней, она как Вигнер-Дайсен, то есть термализация там есть, но мы её не можем, может, увидеть напрямую. Вот эти c — это частицы, это не квазичастицы. Кто? Просто путают. g. Вот c — вот эти, операторы рождения и уничтожения. Фермионов. Это частицы, это не квазичастицы. Ну, пожалуйста. Ну, частицы, но дальше я не знаю, какой спектр их. Ну, как? Ну, есть гамильтониан, он сильно взаимодействует с гамильтониан. Ну, давай, пожалуйста, я его написал, но ты мне... Квазичастицы, ты по-хорошему, должен через эти c определять, правильно? Ну, правильно. Ну, я тебе сказал, что когда я ввёл своё линейный член, c на c, c-крест на c, я знаю, что такое квазичастицы. И я сказал, что вот для этих квазичастиц есть термализация. Нет, это не квазичастицы. Но... Сейчас, я тогда не понял. И g, это у вас всё-таки единица на силу взаимодействия, получается, да? Так? Да, чем больше g, тем слабее взаимодействие. И при больших g, в этом смысле, вы не наблюдали термализации. Ну, она начнётся на высокий... Вот написан критерий. На высоких уровнях. На высоких уровнях только она будет. А время? Куда кинуть? Не, а время оно будет тоже зависит от g, но будет спред, будет там единица на g квадрат, там что-нибудь такого. Слабое взаимодействие, слабая термализация, ну, подожди, нет, вот это, вот теорема КАМ, вот есть теорема Калмогорва, Арнольда Мозера, которая говорит, что возьмём, давайте какую-то систему, там, мы её интегрировали, знаем эти переменные действия, угол, написали гамильтониан в переменных действиях и добавили слабое возбуждение. Но теорема КАМ и там критерий Чирикова границы хаоса гарантируют, что если возбуждение слабое, ниже некоторого, критического возбуждения, то вечно будет жить. Это инвариантная кривая КАМ, она останется навсегда, она никогда не размешается. И так эти квазичастицы, они будут жить вечно, они никогда хорошо не разложатся по полному базису, и никакой термализации для них не будет. Это не то, что подождём дольше. А всё-таки ещё хочу я спросить. Вот когда говорят о дуальности, ну, о дуальности, ну, о дуальности, ну, до цены, да, который вёл, да, он говорил о дуальности одной теории и другой. Да, да, ну, это, да, антидисситер, да, но это дуальности было при любых константах связи, при любых. Только одна теория, ну, то есть, одна теория при малой константе, соответствовала другой теории при большой константе, наоборот, А ты говоришь, что у тебя вот это есть какая-то дуальность, но только... Нет, нет, я говорю, что дуальность это у них. У кого у них? Ну, Мандатена этот, Садждев, Китаев, они сказали, что есть дуальность между квантовой... Нет, а я говорю, что я расширил эту модель, в которой не было ясных квазичастиц, и не очень было понятно, что в ней происходит. Я расширил, но при этом предел V к нулю у него отсутствует, то есть он не может перейти в реальную предыдущую модель. Вот этот слайд, это была такая, как бы реклама... Это G равно нулю. Которой потом нигде не используется. Нет, почему? Ну, я использовал, я этот случай исследовал, я показал. Ты согласен, что у тебя нет предела V к нулю? Ну, почему? Я показал случай... Нет, ну, у меня я, действительно, я говорю, что я не знаю, как там написать фермиги рак, но я показал вам стати... Вот, это статистика уровней, которая на низких возбуждениях показывает, что в этой модели для нижних самых... Ну, так, у них 1%, может, это не совсем точно, численно, там можно дискутировать, но что... состояние эргодичное при самых низких энергиях возбуждений, что вообще, которые утверждаются, они будут экспоненциально малы по числу фермионов. Ну, вот такое есть утверждение, которое совершенно нетривиально, потому что обычно, ну, спейсинг, возьми объем с L-частицами, ну, спейсинг, возбуждение первое будет падать, как единицы на L, может, в какой-то степени, размерности, но здесь экспоненциально. И, тем не менее, есть Вигнер-Дайсон. Вот это, ну, еще не доказано, это какая-то численный шаг, он, может, не первый, не показали они еще точно, там, что экспоненциально он падает с числом фермионов, но это вот такая необычная, сильно взаимодействующая квантовая фермионная система, и, ну, и как бы лейтмотив для меня, что вот, именно такие системы только и могут появиться в квантовой гравитации, поскольку там будет очень сильное взаимодействие, и давайте попробуем понять физику таких систем, и тогда мы, может быть, что-то сможем сказать про режим квантовой гравитации. Считается, что вот сильной гравитации просто спаривания будет, и у тебя будет базоконденсация фермионов, вот этих самых. То есть пар спарится, и будет у тебя сверхтекущаяся такая, а не то, что у тебя фермионы будут как ферми дирак. Ну, Саша, ну тут я отсылаю к молдочению и остальным, которые там... Не, ну не дядей, ну я, ну давайте, есть эксперты квантовой гравитации в теоретеле, или нет, но я далеко не эксперт, я это в самом начале сказал. У этого молдочения двумерная квантовая гравитация, она не имеет ничего общего с трехмерной квантовой гравитацией? Нет, это достаточно, конечно не имеет. Я даже в электродинамике один плюс один конфаймент есть, без всякой глинести. поэтому один плюс один это вообще какой-то урод. ну давайте попробуем расширить. Нет, ну хорошо. Нет, ну можно критиковать модель, говорить все, но я вот считаю, что в ней есть рациональное зерно, состоящее в следующем. что это уже недалек от этого. Это пример систем сильно взаимодействующих, которые вот, мы не очень понимаем их физику и достаточно не изучали. Все. А у вас вопрос. Да. Вот вы говорили про стационарное состояние все время, а наверное черная дыра не обязана на стационарное состояние. В этом уже вся задача и состоит. Что то, что Хохинк делал, он рассматривал коллапс, и у тебя вот их кинетика была, и было излучение. То есть ты берешь стационарную задачу, у тебя есть метрика Швингера. но это излучение Хохинка, она настолько слабенькая, хиленькая, что на его приближении его просто нет, и есть на... Да, есть собственные состояния, из которых потом ты это аннулируешь. но хоть хиленькая, но ты его наблюдаешь. Да, иначе как-то температура. Очень маленькая, поэтому начинается с фальси до статистического, а потом она чуть-чуть... Да, то есть в излучении и наблюдаешь температуру. Но это как бы твой прибор, который детектирует. База Эйнштейн, если хочешь. Это температура Хохинка, если я правильно помню, она связана просто с параметрами Шваршильда. Правильно, масса там стоят. все машинчиков. Поэтому это буквально марно или дистанционарно, это зависит от того, какие вы координаты выбираете, если я правильно, в этом времени, да, салатистического. там температуру не имеется. Нет, я, Игорь, там не определено, что такое температура. Ты вычислил спектр частиц, которые излучаются. Ты получил планка. Ты говоришь, что это коэффициент, поскольку это планка, то это коэффициент и есть температура. Ты меня определяешь. Если ты видишь спектр планка и черное излучение, то вот это и есть температура. Окей, Игорь, это по идее, что называется. Ну, он может быть не планковский, какой-то другой. А вот же ты и вывел Хокинг-то с котеной, вывел. Не, но дальше это вопросы экспериментальной проверки. Ну, ладно, уже выключайте меня. Меня выключайте уже. Нет? Все? До упора. Ну, давай, ладно. Ну, спасибо за внимание. Ладно. 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 Продолжение следует. Видите, следует.